Тенденция, которую в 90-х годах привели к тому, что многие политологи, например, Марков, они публично заявляют, что мы присутствуем при трагичном конце России, мы видим огонь у России. Но с приходом Владимира Владимировича эту тенденцию он переломил, и поэтому сейчас у нас имеется устойчивый рост, зафиксированный по многим социологическим опросам, рост самосознания русского народа и других народов, населяющих нашу страну, которые готовы отдать, как говорили раньше, жизнь за то, чтобы Россия процветала. Поэтому вот тот духовный подъем, который был отмечен в последние полугода, связанный с развитием и укреплением России своих геополитических позиций, своих духовных позиций, укрепление лидера России в лице Владимира Владимировича Путина, укрепление позиции думских фракций, единения думских фракций в этом вопросе. Является тем главным аргументом и фактором, который мы можем привести для оптимистического вгляда на будущее России. Мы считаем, что Россию ждет взлет, экономический подъем, духовный, военный подъем. Это характерно не только лишь для внутренних тенденций, но и для внешних тенденций. Россия в настоящее время является опять тем вторым центром тяжести в мире, к которому тянутся, например, все арабские государства. Победа Путина в решении сирийского вопроса вывела его на первое место среди всех мировых лидеров. И, естественно, лидеры исламских стран, духовные лидеры, например, есть такой доктор Хайдар Баш в Турции, они говорят, что Россия единственная, кто может защитить мусульманский мир. А так как наши страны много конфессиональные, много национальные, то именно мусульманство и славянство, и вот те две больших и духовных опоры, и национальных опоры, на которые опирается Владимир Владимирович. Я считаю, что будущее России очень оптимистично, и мы должны в итоге выйти в лидеры мировые.